друзья всем привет канал около кальяна все как обычно сегодня у нас обзор одной из самой популярной модели кальяна с алиэкспресс заказана я уже проводил его распаковку я ее отснял но я не хотел бы занимать ее время поэтому кое-какие кадры я возможно будут распаковки вставлять а в основном это будет непосредственно обзор уже вот такого распакованного кальяна у нас стоит угли мы его еще забьем покурим все как положено а если вдруг я что-нибудь забуду какие-то характеристики вы можете посмотреть непосредственно на сайте по ссылочке в описании если вы на этой же странице по которой перешли перейдете в уголок этого сайта и попадете непосредственно магазин производителя бренда не знаю как правильно будет обозвать то вы там можете найти еще что-нибудь интересное для кальяна сегодня непосредственно давайте обозревать аппарат который у меня на руках лежит цвет белый вариации там были разные мне белый нравится тем что он как-то выглядит более благородно и подороже ну и как-то возможно немножко посерьезнее да можно было черный заказать но белый это такое комбинация да вроде бы и симпатичный стильный и такой вот нормально такие вот эти кислотные цветные вот такого типа кальяна это вечно любители возможно под какую-то определенную атмосферу ну и по внешнему виду это цельный акриловый короб я сначала думал что он раскрывается то есть защелки какие-то здесь но по всей вероятности он склеен то есть вот это вот монолитная конструкция отверстие у нас под шахту ну это чаша больше с виду похоже но заодно и шахта сразу паз под подсветку которая тоже комплекте идет силиконовые такие вот кнопочки они кстати очень хорошо приклеены не отваливается да даже при каком-то таком контакте это хорошо очень нормально держит силиконовый клапан это самый типичный простой обратный клапан эта штука снимается если что вот так вот это дело выглядит и накладка в принципе все понимаем да вдыхаем силикон плотно прилегает создается герметичность герметичность мы кстати с вами еще тоже проверим и когда вы выдуваете эта штука поднимается сразу предупреждаю эту штуку лучше не использовать мокрой потому что силикон прилегает к этому пластику и клапан может не сработать а за счет короткой длины шахты можете элементарно затопить кальян все возможно вот у нас паз такой плотный чаша и непосредственно сама чаша да я она немножко уже такая цвет имеет поджелтела потому что я курил этот кальян мнение у меня уже нем сформированная вывод я в конце скажу четкий рубль паз под колаут все хорошо держится и непосредственно сама шахта встроенная в эту чашу есть вот такая вот штука но еще не встроена сейчас и встроен это у нас диффузор кальян кстати можно проверить и без нее но я подозреваю будет громохать очень сильно и за счет небольшой высоты это будет вызывать большое бурление я думаю это такая доработка как раз для борьбы с большим бурлением вот так это все дело закрывается колаут в комплекте как бы все понятно без слов подсветка и вот такие блатные щипцы ну и шланг само собой да сейчас мы это все дело собираем и будем забивать курить и походу разговаривать списывался с подписчиком когда я stories выкладывал на youtube мне сразу первые вопросы пошли не заливает ли у тебя кальян потому что как раз опять же подписчика говорил что у него притапливает бывает много влага попадает в шланг я не знаю как такое произошло 3 где-то 4 раза курил этот кальян и сейчас мы с вами покурим и у меня не было в принципе ситуации чтобы хотя бы капля попала потому что здесь придумана такая воздушная подушка вот это вот стенка она жестко разграничивает воздушное пространство и там где у нас вода заливается и небольшая щель там есть вряд ли вы ее увидите в общем она там есть она как раз предотвращает переливание воды брызг и все прочего но не знаю такого не было давайте собирать все таки еще у этого кальяна очень легкая тяга вот прям очень легко если вы любите легкой тяги то вам такая точно понравится но вы знаете меня вы знаете что я не сторонник очень легкой тяги поэтому кадры с легкой тягой я вам пущу где-нибудь это они были на распаковке покурины а сейчас я хочу сделать такую небольшую модернизацию я подыскал все что такое более-менее мне под руку подходящий попалась это такие зажимчики изоляционные что ли я хочу немножко вот в этот диффузор перекрыть тягу это у нас будет и обзор и эксперимент сразу не без этого возможно это знать что не нужно так сильно перекрывать тягу мы перекроем всего на два пазика вот я просто вставляю сейчас проверим как чуть-чуть ухудшенной тягой все это дело будет курица возможно мне это вкатит больше и так давайте прикинем какой нам уровень воды необходим угли переберем печка бедолага уже доживает свои дни вся в трещинах скоро пшикник спирать если будет на видео то это эпичный момент если по классическим меркам на миллиметров 15 утопить шахту то это примерно нужно воды вровень как раз подсветки наши пазы для подсветки поставляется вот таким вот образом сейчас этого делать не буду и сразу скажу почему потому что во время распаковки и этот паз сразу вставил сюда просто проверить как он там будет себя чувствовать чувствовал он себя там прекрасно очень даже то есть захотел там остаться и выходить туда вообще без помощи отвертки в общем здесь есть ребра и внутри есть тоже такие грани если и вставить она туда садится очень плотно очень жестко поэтому лучше это делать когда у вас уже будут вставлены батарейки у меня не не вставлены потому что перепутал я что-то думал здесь пальчиковая здесь эти мини пальчиковый бизинчиковый кадры с подсветкой в любом случае будут поэтому вы еще посмотрите но предупреждение ставили батарейки потом вставляете сюда не вываливается не выпадает собой сидит вытаскивать уже придется с какими-то дополнительными манипуляциями я вытащил отвертки чуть-чуть подделку и так по воде определить да нам нужно примерно затопить четко уровень его кстати очень хорошо видно на камере сверху видно вот этот вот грань сейчас я наберу четко под нее хотят когда на распаковке на глаз и налил я даже не помню сколько наливал пусть мне кажется даже многовато будет под уровень на распаковке меньше наливал будем пытаться затопить его можно затопить все что угодно сознательно так ну и по первую тягу пробную очень легкая тяга очень легкая ну ладно проверяем на герметичность все свои кальяны проверяйте на герметичность очень часто вы пишете почему кальяне курица и одну из самых популярных причин это то что у вас присосы воздуха где-то больших это у вас вообще шарик улетел с кальяном здесь его нет да возможно это преимущество этого кальяна где-то у вас уплотнитель неправильно подошел стык чаши с шахтой какой-то кривой непонятный если у вас колен герметичный начинаем искать проблемы дальше с герметичностью порядок я только сильно втянул что я даже через шахту воды втянул ладно перейдем забивки вот в силу своей компактности легкости приходится идти на какие-то жертвы и самая первая жертва на самая такая весомая это это вот это вот шахта ее длина и все что с ней связано табак мне очень нравится как вы реагируете на то что я курю на дешевых кальяна дешевые табаки это прям пуканы горят поэтому я еще раз напомню мы забиваем обзал и будто которая купил рублей по 80-70 самое приятное в этом кальяне это его цена с учетом что доставка бесплатная кстати я не напомнил сейчас я надеюсь успею выложить этот выпуск сейчас идет распродажа на алике она идет четыре дня на момент когда я выложу это видео останется два дня или вообще один день идет распродажа этот кальян стоит 1650 рублей это по-моему вообще цена бодрая очень естественно есть люди которые в принципе не будут кальян рассматривать вы все прекрасно знаете мы есть я простой смертный который за полтора щечку почему бы не покурить кальян устанавливаем калаут единство его чуть-чуть подогрею еще мне будет ассистент кислотную бутылку убираем это колпак для того чтобы сэкономить время естественно мы все сами понимаем что из колпака тоже кальян реально раскуривать вполне себе и этот кальян будет без колпака но для экономии времени все-таки его использую все хватит калалду вреза ни в коем случае не забывайте его надолго я вообще буквально минуту максимум удержу чтобы он схватил температуры пока я закладываю ближе плотненько это дело оставляем оба пошел давайте сразу параллельно да естественно этот кальян за свои деньги он не может быть идеальным абсолютно и первое что пошло в жертву это корпус это не нержа это не стекло это скорее всего акрил и если у вас сюда упадет уголь то он начнет плавить ваш кальян я не буду накрывать это за крышечкой и сразу накинем колпак и вот из этого стильного симпатичного кальяна мы его превращаем в колхозный кальян все как я люблю потому что я в колхозе если вы еще коменты не читали одного из последних моих видосов подсветку как обещал потестируем полноценная и всем привычная подсветка с функциями теми которые подобных подсветках и размер греется у нас это дело и давайте какие еще у кальяна есть моменты которые вас могут насторожить это шланг опять же в силу своей дешевизны наблюдаем да пошел перегиб сверху видно во время покуры этого кальяна придется следить за шланга ему нужно задать какое-то определенное положение в котором он нормально себя будет чувствовать он легкий он очень легкий его толщина кстати мне кажется здесь миллиметр полтора ему штучок алюминий либо дюралюминий да его можно продавать этот кальян он требует себе внимания и привыкания и прогревания и очень важный момент о котором сейчас нужно сказать это у кальяна уходит запах пластика сейчас я его практически не чувствую возможно я даже его не чувствую я не пойму это либо знаете нераскуренного кальяна есть такой привкус либо это привкус от пластика потому что момент распаковки вот то что излучал этот кальян это было прям не передать словами или кстати подписчик который связался он тоже жаловался что вот у него присутствует вот этот привкус я этот кальян два раза оставлял немытым полностью забивкой сюда падали табачинки они какие-то свои ароматы видимо дыма давали возможно вода вместе с этой вот серии жижи прокуренная каким-то сорбентом выступала и запахи возможно мне и ушли но сейчас это намного лучше не все-таки тяга до сих пор еще легкая очень сейчас я попробую на полный меха набрать и вы примерно посмотрите сколько это будет времени занимать для меня это легкая даже несмотря на то что мы ее перекрыли чуть-чуть ну давайте пока он немного еще до греется я грел его на 325 угля я в принципе на колауди основном 325 использую это какая-то вот такая вот идеальная для меня композиция два угля по центру один ставим сверху в момент когда все это дело подстухнет жар подкинет как раз освобождается место для того чтобы 3 колауд уложить опять же особенность до этого колена отсутствие эволюция его здесь некуда ставить отсутствие колпака понятно что большинство людей без колпака справляется но какой-нибудь по стилю можно было всегда наверно ставить но он был занимал же место дай потому что кальян пришел вот такой вот коробочка здесь такие пакетики уплотнитель и все дошло целое бис от особо нечему этот кальян он очень насыщенно вкус и передает чтобы вы не забили в силу своей своего отсутствия охлаждения да в нем нет шахты который охлаждает единственно охлаждать охлаждатель охладитель здесь у нас вода поэтому когда вода прогреется вы будете курить теплый дыма теплый дым он более насыщенный кому-то это нравится кому-то неприятно теплый дым курить из-за заведения кальяна на теплом чай ну давайте чтобы не затягивать вывод по этому кальяну в силу своей цены кальян однозначно имеет минусы за полторы тысячи рублей создать идеальный кальян мне кажется будет крайне сложно с учетом что он вам прям до почты прибудет минусы перечислил за эти деньги я считаю кальян курица вполне достойно это чуть чуть больше чем я делал самодельный кальян но вот это хотя бы не стыдно да допустим поставить на стол люди у которых есть стеклянные кальяны примерно такого же форм-фактора и скорее всего им это модель не нужно будет люди которые в принципе курят классический кальян ну не знаю как дополнительный может быть кальян он может вам пригодится я даже не знаю выводы вы скорее всего делаете сами в любом случае меня обвиняют что я нищеброд и курю нищебродские кальяны делаем на них обзоры но каждый для себя примет нужен ли ему такой кальян или нет минусы по моему все озвучил белый очень прикольно стильно смотрится на стол поставить на уровне кальца естественно это аппарат не для кальяны это для какой-то посиделки с друзьями в настольные игры поиграть поставить сбоку кальян мне кажется он офигенно впишется вот его весь размер даже когда подсветку ставить пульт вместо много не занимает колпака не будет калаут минимум место занимает шланг тоже представлять его место то есть он влезет даже в какую-нибудь дамскую сумочку либо рюкзачок какой-то это мне кажется его большой плюс по курительным свойствам ему претензий нет да тяга отличается она отличается от классического кальяна но если за классику брать мамун дай она легче здесь не такое бурление то есть когда все это дело у нас монолитная металлическая и в стеклянной колбе происходит какая-то обратная связь другая кальяна здесь она нам другая просто не могу описать но это дымно это полноценно это курибельно самое главное это ушел запах мне не нужно было курить этот кальян непосредственно сразу после распаковки нужно было его промыть возможно какой-то там сода из лимонной кислотой с дольками лимона все это дело абсорбировать убрать запахи и тогда все было бы по-другому сейчас на 4 какой там по счету мне покур идет я уже не чувствую сейчас аромат табака перекрывает все это дело если она есть вообще здесь не уверенность этот кальян скрыть и дать кому-то затянуть мало кто угадает эту модель то есть она курица очень приближенно к чему-то там когда вот эта штука сухая все нормально продувается ну и достаточно быстро если она будет влажно если вы сильно думаете вы затопите этот кальян на этом закрываю свой обзор заключаю закругляюсь в общем все вы поняли оставляет да первый кальян сзади не чувствуется эффект кальяна пошел теплый дым примерно вот я по камере посмотрела тоже 30 минуты этого обзора и пошел теплый дым очень раз спасибо все друзья с вами был влад это канал около кальяна я создал своей группе вконтакте какой-нибудь блок с товарами с алиэкспресс не эта тема вся интересная я нищеброд блогер поэтому почему бы нет будем обозревать вами продукцию с алиэкспресс я уже заказал три вещи один кальян тоже полноценный и два таких полу кальяна вчера кстати на этой самой распродаже поэтому обзоры будут продолжаться ссылки на какие-то интересные вещи буду выкладывать в группе и также есть стрим в котором мы обозревали кальяны с алиэкспресс не только кальяна вообще всякую продукцию и под ним очень много ссылок тех вещей которые меня в принципе потенциально заинтересовали не скажу что они все топовые крутые но они меня заинтересовали я бы хотел их взять и как минимум где-то на тест где-то проверить реально ли это все рабочие где-то по угорать с этого там всяко разное бывает вы можете тоже посмотреть для себя может быть что-нибудь найдете дыма по моему чуть поменьше стало да все-таки колпаки нужно было не снимать я сейчас этот кальян поставлю себе на стол и отправлюсь монтировать этот видос всем спасибо за просмотр все свободно до свидания